В данном уроке я расскажу, как работать с окнами, изменять их размеры, а также что такое рабочее пространство. Как уже было сказано, изменить тип окна мы можем щелкнув по его иконке. А если нам необходимо увеличить его размер, то подводим мышку к краю окна, появляется вот такая стрелочка, зажимаем левую клавишу мыши и тянем в сторону. И таким образом данные окна увеличиваются, а те, что находятся слева, уменьшаются. Если нам нужно увеличить окно аутлайнера, тянем вниз, оно становится больше. Но здесь, как видите, мы только регулируем их размер. Если нам данных окон мало, мы можем добавить новые. Для этого в каждом окне, справа вверху и слева внизу, присутствует вот такая иконка, уголочек, наведя на который появляется плюсик, мы можем зажать левую клавишу мыши, потянуть за него в сторону, и наше окно 3D-вида разделится на два окна 3D-вида. Разделяются всегда окна на такие же, за которые вы тянете. Вот потянул я окно свойств, и у нас стало два окна свойств. И дальше мы уже можем изменять их тип. Если нам какое-то из окон не нужно лишнее, то мы точно так же берем за уголочек, например, хотим окно Outliner сделать больше и закрыть окно UV Image Editor. Тянем вниз, появляется стрелочка указывающая, какое окно какое закроет. Можем потянуть вверх, тогда наоборот. Окно UV Image Editor закроет окно Outliner. Бросаем левую клавишу мышки, и окна соединяются. Это мы делали при помощи левой клавиши мышки, тянули за уголок. Также мы можем навести сюда курсор, нажать правую клавишу мышки и выбрать Split Area. И теперь мы вводим, появляется такая линия. Нажимаем левую клавишу мыши, и здесь появляется новое окно. Теперь уже можем изменять его тип. Ну и точно так же соединять. Хотим эти два окна соединить. Нажимаем Join Area, наводим мышку, указывается стрелочка, кликаем, и они соединяются. По поводу соединения окон. Сейчас вот эти два окна, окно 3D-вида и окно Timeline, могут друг друга закрыть без каких-либо проблем. Закрыли. Но вот, например, с помощью окна 3D-вида мы никак не закроем ни окно Outliner, ни окно Свойств. Почему так? Потому что закрываемые окна должны быть одинаковые по высоте, либо по ширине. Вот, например, окно Outliner и окно Свойств, они идентичны по размерам, и таким образом они закрываются. Окно 3D-вида по высоте немного меньше, чем окно Properties. И если мы тянем вправо, то стрелочка не появляется. Чтобы его закрыть, нам сначала необходимо закрыть окно Timeline, или уже теперь, когда они одинаковые, только тогда можно с помощью окна 3D-вида закрыть окно Свойств. Давайте вернем все, как было. Еще удобный способ работы с окнами – это делать текущее нужное вам окно на весь экран. То есть вы можете так вот настраивать, как я показывал вам окна, но вот сейчас у нас их аж 5 штук на экране, и если вам необходимо лишь окно 3D-вида, то придется сильно долго одним за другим закрывать данные окна, да еще и при том, чтобы их закрыть, необходимо, чтобы они были одинаковые по размеру. Но если зажать Ctrl и стрелку вниз, либо вверх, то текущее окно, то, в котором находится курсор мышки, сразу же становится на весь экран. Сейчас я вернусь назад. Понадобилось вам, например, окно Outliner сейчас. Ну, как вы видите, оно очень мелкое, здесь практически ничего не видно. Наводим на него курсор мышки, нажимаем Ctrl и стрелка вниз, и окно Outliner становится на весь экран. Поработали, внесли нужные изменения, снова Ctrl вниз, либо вверх, и окно вернулось назад. И последнее, зажав Ctrl, Alt и W, мы можем создать дополнительное окно блендера, и в случае, если у вас два, либо более мониторов, это окно можно вынести куда-то, здесь уже его настроить совсем по-другому, и таким образом при работе с несколькими мониторами данный тип разделения окон будет очень удобен. Теперь давайте поговорим по поводу одного отдельно взятого окна. Например, окно Properties. Практически во всех окнах будет доступно множество меню. Меню – это вот линия, заголовок рендер и до следующей линии. То есть, нажимая его, мы его сворачиваем, либо разворачиваем. Вот все, что находится в данной области, это называется отдельным меню. Также здесь справа есть такая же иконка, как и на окнах. Зажав левую мышку, мы можем перемещать данное меню в пределах данной вкладки на любое место. Работает оно как в свернутом виде, так и с развернутыми меню. Таким образом, вы можете на каждой вкладке свернуть неиспользуемое вами меню, а часто используемое, наоборот, развернуть и поднять повыше, чтобы они всегда были под рукой. Таким образом, мы можем вручную настроить блендер от себя, и нам будет удобно с ним работать. Но также здесь есть рабочее пространство, уже готовые предустановки. Вместо того, чтобы не двигать каждый раз окна, здесь в меню Info, вот они находятся, сейчас у нас рабочее пространство Default. Мы нажимаем, появляется выпадающее меню. На данный момент их 9 штук. У меня здесь сейчас 10, это я создавал в качестве теста. Сейчас я расскажу, как это делается. И, допустим, вы работаете с настройкой материалов, вам нужен редактор нодов, вы выбираете пункт Compositing, и у вас сразу располагаются окна и их размеры, так, чтобы максимально удобно было работать с редактором нодов. Здесь находится сам редактор, здесь окно 3D-вида, вот здесь маленькое окно шкалы времени, оно используется по минимуму. Нужно создать UV-развертку, выбираете рабочее пространство UV-Editing, и, пожалуйста, здесь окно UV-редактора, здесь окно 3D-вида. Вы также можете по-своему настроить окна, например, вот так вам больше всего нравится, нажать плюсик, вот появилось уже Default 002, и все, и в Blender теперь оно доступно, вы переключились на GameLogic, затем выбираете Default 002, и сразу окна возвращаются к тому состоянию, как вы их настроили. Если вам больше какой-то из рабочих пространств не нужно, нажимаете крестик, оно удаляется, вот этот Default 001 также удалю. Все, остались 9 предустановленных разработчиками рабочих пространств. С выходом более новых версий, возможно, они будут появляться, потому как еще относительно недавно здесь рабочих пространств было всего 6. Ну вот, пожалуй, и все. Маленький итог. В Blender вы можете регулировать количество окон, их размер, сортировать порядок меню в самих окнах, создавать новые окна и также сохранять рабочее пространство либо переключаться из уже готовых.